Борис Николаевич, добрый день. Спасибо, что согласились побеседовать с нами и нашли время. Первый вопрос по поводу решения властей Ливана арестовать заочно бизнесмена Бориса Гречушкина и вас. Знали ли вы об этом решении? Игорь Гречушкин. Игорь Гречушкин, да. Ну, что думать? Я не знаю, что ли я думал. Но вы знали об этом? От кого вы узнали об этом решении? Корреспондент вчера мне позвонил по вайберу сомнение прислал. Тоже с вопросом, знаю ли я или нет, что я думаю. Это такое вскруто, тут невозможно ничего думать. Но ваша реакция на решение властей Ливана, привлечь Интерпол и заочно арестовать Гречушкина и вас, какова реакция ваша? Ну, естественно, радости нет. Ну, а так, я знаю, что я уверен, знаю, что я никаких правонарушений не совершил и не совершал. Вот. Если это дело будет рассматриваться в рамках закона, то никаких оснований для предъявления никаких либо обвинений нет. То есть решение необоснованное, да, Борис Николаевич? Да, да, да. Я, значит, считаю, что их, мои показания не интересуют абсолютно. Потому что если бы они хотели иметь эти показания, они могли бы сотню раз уже связаться со мной и все выяснить. Вот. Если бы я отказался от сотрудничества, даже показания, то в таком случае они могли бы там пытаться как-то дынуть от меня, то есть в интернуков подавать или еще куда-то. Но поскольку с их стороны никакой попытки не было, я нигде не скрываюсь, живу у себя дома, но с их стороны никаких шевелений не было установить со мной так-так, а сразу они там подают ходатайство в интерпол, ну, на каком основании? То есть мне это непонятно. Вот. Ну, а поскольку их не интересует моя информация, то есть не хотят их со мной связываться, значит, у меня версия группа одна, что им нужна физическое, моя физическая присутствие в иском суде, сделать меня в таком отпущении, в таком отпущении, ну, и казнить, наверное, каким-нибудь опытом. То есть тем самым снять обвинения со всех личных действительно виновных лиц. Вот и все. То есть до сих пор никто из властей Ливана, из официальных лиц с вами не связывался, не пытался установить контакт? Нет. Нет. Они единственные. То есть они хотят учинить контактную расправу. Все. Борис Николаевич, в случае, если будет как-то дальше развиваться данная проблема, готовы ли вы сотрудничать с интерполом и с властями Ливана и с российскими, возможно, официальными лицами по данному вопросу? Только с территории России. На любые вопросы отвечаю, что знаю, все расскажу. Но только с территории России. Редактор субтитров А.Семкин